Опасная, часто изнурительная, но интересная работа в полиции. 10 ноября, а это значит, что свой праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. В Ульяновске торжества начались с возложения цветов к памятнику на страже правопорядка. Есть такое заблуждение, что 10 ноября празднует исключительно полиция. Уголовный розыск, отдел дознания, криминалисты, кинологи и так далее. Но к органам внутренних дел относятся и следственные, и финансовые, и кадровые подразделения. Впервые это мероприятие мы проводим у памятника на страже правопорядка. Возведена память обо всех поколениях сотрудников органов внутренних дел, а также погибших при выполнении служебных обязанностей. Надеюсь, что это станет еще одной доброй традицией. В этом году особая юбилейная дата. Советской милиции исполнилось 100 лет. Сотрудников поздравили ветераны управления. Не забыли и о тех, кто погиб при исполнении. За это время погибло 79 наших товарищей. Это Наталья Корункова, Дмитрий Выдрев, Владимир Матков и многие другие. Вот в честь этих наших сотрудников воздвигнут памятник на страже правопорядка. Также он воздвигнут для памяти всех, кто работал в нашем ОВД. Они делали все, чтобы жители нашей области жили спокойно. Минута молчания, возложение цветов, традиции неизменны. Только правоохранителям известно, какой непростой бывает служба. И все они, ветераны или молодые сотрудники, прекрасно знают о главном качестве, которым должен обладать идеальный страж порядка. Он должен, в первую очередь, быть человечным. Чтобы, в принципе, деятельность сотрудника регламентирована законными, подзаконными актами и все прочее. Но ведь всю жизнь в закон не втиснешь, она естественная. Поэтому, как говорится, надо быть в первую очередь, соблюдать, конечно, законы, но и быть человечным. Надо конкретно в любой ситуации разбираться и потом уж принимать решения. А для кого-то все только начинается. 10 ноября присягу дадут те, кто впервые вступил на службу в органы внутренних дел. После для всех сотрудников концертная программа в Ленинском мемориале. Анжела Забаштаев, Андемидов, репортер 73.